Дорогие друзья, приветствую всех! Ассалам алейкум! На вас ток-шоу «Право выбора» и сегодня мы обсуждаем тему духовно-нравственных ценностей. В эти дни в Дагестане проходит научно-практическая конференция духовно-нравственной ценности как основы профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызовов. И посвящена она 25-летию со дня основания Координационного центра мусульман Северного Кавказа. И в Дагестан съехались уважаемые эксперты, богословы, муфти из регионов России, часть из которых я сейчас представлю. У нас в студии муфти Республики Татарстан Камин Хазрат Самигулин, муфти из Старопольского края Мухаммад Хаджи Рахимов, муфти из Самарской области Талиб Хазрат Ярулин, муфти из Свердловской области Абдул-Кудус Хазрат Ашарин, муфти Республики Калмыкия Султан Ахмад Каралаев, муфти Тюменской области Ибрагим Хазрат Сухов и муфти Республики Башкортостан Айнур Хазрат Бергалин. Уважаемые участники, сегодня мы будем обсуждать, как я уже сказал, тему духовно-нравственной ценности. Об этом очень много говорится, очень много говорится в последнее время. И, соответственно, возникает такой вопрос. У нас, дорогие друзья, у нас проблема с духовно-нравственными ценностями? Или почему мы так часто говорим? Я почему задаю такой вопрос? Потому что в обществе, безусловно, есть те, кто задаются вопросом, а почему они постоянно говорят о духовно-нравственной ценности? Вот у меня проблема, например, с финансами. А вы постоянно педалируете на духовно-нравственные ценности. Что можно ответить таким людям? Когда-то, когда я учился здесь, один раз мне нужно было поехать на процедуры с университета. То есть очень было сложно получить разрешение. И ехав маршрутки, я увидел несколько драк. Для меня было тогда немножко это странно. Даже не немножко, очень странно. Едешь, смотришь в окно, увидел драку здесь, едешь дальше. Это даже, может, три раза было. Но потом я, приезжая, посещая Дагестан каждый раз, я приезжаю сюда, приезжаю как домой, потому что здесь устазы, учителя, друзья. Я, муфтий, шейх, написал книгу про нравственность. На самом деле, если вы сравните, вот мы со стороны смотрим, я не знаю, может быть, коллеги тоже подтвердят, что было до этого, и вот после этой черты Дагестан поменялся. Дагестан поменялся. И мы слышали о работе местных экспертов, когда они выбирают определенную тему и отрабатывают ее определенный период, например, семейные ценности, духовные ценности. И, в принципе, весь мир об этом говорит. Весь мир об этом говорит, что нужно защищать традиционные ценности от нетрадиционного вмешательства. И, иншаллах, мы вместе этим будем заниматься. Вы в своем вопросе задали и подчеркнули, сказали, что все по-своему понимают этот термин, но мы, как мусульмане, мы знаем, что мы должны подстроить свою жизнь под то, что хочет от нас Всевышний Аллах. Как хочет от нас Всевышний Аллах. И это есть самый нравственный образ жизни. И брать пример от лучшего из людей, Мухаммада, саллиллаху алейкум, то есть иначе то, что творит Европа, это все будет меняться. Задаются термины совершенно другие. Поэтому, еще раз повторю, давайте все вместе защищать традиционные ценности от нетрадиционного вмешательства. Для нас это ислам. Безусловно, Камиль Хазрат, но вот вы отметили, что весь мир об этом говорит. Так для всего мира это же немножко другие понятия этих ценностей. Об одном или том же мы говорим со всем миром? Не говоря даже о наших городовых гражданах. Нет, весь мир, я как бы имею в виду адекватный мир. То есть сейчас, в данный момент, я не подразумевал Запад. Тем более, в последние годы мы немножко как бы варимся в своем соку, говорим с своими коллегами. И все, в принципе, поддерживают. Вот вчера был большой разговор в Москве, когда говорили о многодетных семьях, о повышении статуса. И мне приятно это все слышать, как многодетному отцу. Потому что в России, когда мы, например, с женой, или если она тем более одна, и вот она идет с несколькими детьми, могут такую фразу произнести, там, нарожала, например. То есть вот в очереди. Этого не должно быть. И вот сейчас, когда на большом уровне об этом задумываются, это радует. Например, вчера вышла одна женщина, и она, то есть это происходит в Кремле, у нее 10 детей. 10 детей. И она, то есть глава государства слушает, то есть большие чиновники это все слушают, и она как бы озвучивает такое предложение, она говорит, что мы не можем жить в квартире с 10 детьми, это невозможно, поэтому мы живем в Москве за городом, и давайте вводить, чтобы какие-то льготные рассрочки были, то есть, скажем, за трех детей, чтобы там 50 процентов скосили, за 5 детей вообще простили, там, вроде бы все похлопали, как бы кивнули. Мы надеемся, что это, может быть, будет принято, но то, что об этом говорится, это прекрасно, и это все общее. То есть бороться с наркотиками, бороться с распитием спиртного, то, что является причиной пагубных действий. То есть сейчас активно говорят против абортов, я бы, наверное, здесь подчеркнул и ушел больше глубже. То есть нужно бороться с внебрачными связями. Аборты – это всего лишь последствия. То есть нужно больше говорить о зина, о прелюбодеянии, и мне кажется, что представители других конфессий тоже это поддержат. Поэтому у нас очень много общих точек, и они на самом деле общие. Сейчас я говорю за Россию, они общие, то есть нежелание. Вот, например, когда мы были на конференции в Турции, сказали, что в России запрещена пропаганда, то есть гей-пропаганда, пропаганда ЛГБТ, и они удивляются, говорят, вы даже больше мусульмане, чем мы. То есть насколько скоро был принят этот закон, это решение, и оно очень нас радует, потому что оно сочетается с теми идеалами, которые мы, как мусульмане, соблюдаем. Амин Хазрат, с вами сложно не согласиться, полностью подписываюсь под тем, что вы сказали. Но вместе с тем, продолжение. Айнур Хазрат, вот как еще одному молодому муфтию вопрос такого характера. Ну, на самом деле, ну, хорошо, я мусульманин. Я не против духовно-нравственной ценностей. Но вы мне говорите о том, что сегодня нашим ценностям угроза. Но для моей семьи, допустим, сегодня угроза, это отсутствие должного достатка, допустим, или, я не знаю, возможность трудоустроить детей, или на учебу. А вы мне говорите о духовно-нравственных ценностях. Приоритетность должна быть какая-то? Или нет, человек должен все оставить, и только духовно-нравственная ценность? Я вам несколько примеров приведу. Я писал магистерскую работу «Субъективная удовлетворенность браком». Была эта тема. И знаете что, вот оказывается, вот причина, вот вы семью привели, я вам тоже на семейном примере объясню. Очень много сегодня разводов, да, вот 100% браков и 50% разводов. Это у нас, альхамдуллах, статистика показывает, что количество разводов уменьшается, но и в тот же момент количество и браков тоже уменьшилось. Ну ладно, хорошо, браки сохраняются. Но удовлетворенность браком, что под себя подразумевает? Оказывается, разводятся даже те пары, которые живут в хорошем достатке. Вот у них достаток мужчина хорошо зарабатывает, обеспечивает жену, покупает ей все и обеспечивает своих детей. Но жена или муж, наоборот, может быть, чувствует себя несчастным. Почему? Не из-за того, что у них денег не хватает, не из-за того, что у них не хватает там, не хватает одежды, перелетов, поездок, а из-за того, что не хватает пропаганды семейных ценностей, правильных разговоров в семье и объяснения мужем, жене, то, что вот у нас вот столько-то там я зарабатываю, вот столько-то я стараюсь, я вот устаю, но я, тем не менее, тебе отдаю вот столько-то. И провели, наоборот, пример, где идет, наоборот, больше работы, или не то, что когда семья проделывает внутрисемейную работу, они друг друга слушают, слышат, и жена понимает мужа, то, что он старается, но у него не получается полностью всем обеспечить. Видимо, из-за того, что у них вот в материальном плане там просадок какой-то у некоторых семей, у них, наоборот, наблюдается в некоторых странах, особенно в религиозных семьях, то, что диалог между мужчиной и женщиной лучше строится. И они эмоционально намного счастливее, и брак у них намного крепче, чем у тех людей, у которых есть достаток. То есть достаток, удовлетворенность браком, гармония семейной жизни, он не зависит от финансового достатка. Это первое. Второе. В скандинавских странах есть закон Янте, вы, наверное, понимаете, его приводят как в противовес странам Европы. То есть там, где Европа, в Америке, там, где если ты стал лучшим врачом, ты должен стать... Если ты стал врачом, ты должен стать самым лучшим врачом, никто тебе не помеха, ты там себя, себя, себя. И у них закон Янте, знаете, что говорит? Ты должен жить так, как будто ты обладаешь всем. У нас есть хадис от посланника Саввесалям, что если у тебя есть там еда на один день, вода и крыша над головой, и спокойствие за один день, свой, будущий, ты подобен тому человеку, который как будто обладает всем этим миром. Поэтому, если мы будем говорить там, да, 100% нужно, чтобы у семьи был достаток. Однозначно нужен достаток, тем более в современные дни люди смотрят там, вот да, мы духовные, но мы бедные. Тоже не пойдет. Поэтому нужно какую-то середину сдержать. То есть не так, чтобы уходить, проху Саввесалям говорит, для отенца на сыбу Каминадуния, и не забывать свой удел из этого мира. И мирское нужно вести, и, конечно же, ты должен быть таким повным человеком. Согласен. Вы очень хороший пример привели относительно того, к чему должен придерживаться человек, но давайте будем честными. Ну, допустим, сейчас люди посмотрят наши передачи, эту информацию получишь определенное количество, и знают, так, вот я знаю, как выстраивать свою жизнь, вот Хазрат подсказал, Муфти подсказал, я буду так. Но какое количество людей потенциально услышат эту информацию? И как часто они эту информацию слышат, несмотря на то, что они считают себя мусульманином? Может, мне просто физически не хватает времени, не читать, не изучать все это? Я это говорю к тому, что можно ли без поводыря, без, там, наставника вот этот путь соблюдать? То есть, если у тебя постоянного учителя нет, который будет тебя учить в духовной сфере, возможно ли достичь вот этой гармонии совершенства? Почему? Потому что я ведь не просто так этот пример привел, и Камиля Хазрата и вас спросил. У нас в обществе, к сожалению, есть такая категория людей, которые считают, я все понимаю, все правильно муфти говорят, имамы все правильно, но вот я сейчас чуть-чуть подзаработаю, и потом намаз начну делать, или потом духовным миром займусь. Это, помните, песня такая была известная, «Поварую перестану, и вот-вот богатым стану, а потом начну опять все законы соблюдать». Вот, то есть, по такому принципу определенная часть людей живет. Вот сейчас налажу свою финансовую сферу, потом займусь духовной. То есть, он не считает, что параллельно, как вы говорите, этим можно заниматься. Он думает, что я сейчас все свои мирские проблемы решу, потом перейду к мир. Вот, вот что этим людям? Без поводыря. Можно этого достичь? Я бы ответил, то, что вот эти процессы, они не произойдут вот сииминутно, да. Вот, конечно же, вот принятие законов в определенных, по определенным моментам, когда уголовная ответственность грозит за те или иные пропаганды, за те или иные действия, они ускоряют процесс. Но быть нравственным человеком невозможно сделать человека за один год, за два, за три. Я к тому, что если в обществе среди интеллигенции, среди людей, которые читают, изучают, начнется положительная динамика в изменении их нравственных поведений, то потихоньку, потихоньку общество тоже будет меняться. Вот мы на самом деле же сталкиваемся в разговорах с теми людьми, которые говорят, да меня учить не надо, я уже и так сам этот вырос. Вот самая глухая оборона. Но в тот же момент он должен понимать, что он продукт того общества, в котором он вырос. Если мы общество потихоньку, потихоньку, потихоньку будем менять, то, соответственно, люди изменятся. Вот ребенок. Пример. Если ребенок никогда шоколад не ел, он шоколад просить не будет. У нас то же самое. Мы людям даем альтернативу, много права выбора. Он и может выпить, и может покурить, и может наркоманиться. И четвертая дорога, у него здоровый образ жизни, мечеть, семья. Конечно, у нас получается четыре альтернативных варианта для него. Он, конечно же, в первых трех, скорее всего, застрянет. И еще какое-то количество там уйдет в первый вариант. Если мы вот эти три сократим и первый вариант там его умножим, то, соответственно, процент... Кто должен привести его к этому варианту? Родители работают, нет времени, школа не занимается воспитанием, бюрократия, бумажки заполняют, вузы то же самое. Кто должен привести к тому правильному пути, о котором вы говорите? Вот молодого человека. Интернет? Итак, на самом деле много... У нас даже вот национальная республика, мусульманская республика, у нас тоже такие же проблемы и с хиджабами были, и появляются время от времени. Но мы, как конституционное право свое отстаиваем, и действительно обращались и в прокуратуру, у нас и совет по государственным, конфессиональным отношениям есть. И мы эти вопросы один за другим решаем. Да, действительно, есть там устав школы, его оспаривается, и дальше, дальше идет. Да, есть в школах, но опять-таки эти директора, преподаватели, учителя, это объект сегодняшнего нашего исследования. Их же, они же также из нашей среды появляются. Поэтому наша задача, я думаю, вот совет... Чаще общаться с своими родственниками, знакомыми. Совет... Совет хотел как бы своим коллегам дать. Мы, если посмотрим отношения к мусульманам, к исламам, объективно, лет 10-15 назад в России, либо если 30 лет назад, то вообще там религия была запрещена, то сегодняшний день институты, управления духовные, эти финансируются даже со стороны президента, со стороны государства нашего. Финансирование идет, поддержка идет. Многие мечети, вот допустим, да, в Дагестане народ, аль-хамду-ля, такой этот, в Чечне, сами, меценатов много, но таких регионов, как у меня, допустим, один, очень редко таких людей найдешь, и в основном чиновники, депутаты, и со стороны государства поддержка идет в строительстве культовых сооружений. У нас много объектов, которых просто государство нам отписало, то есть мы упрекнуть за такие вещи государство не может, но мы должны поступательно двигаться и их воспитывать таким образом. Я просто хотел бы вот коротко так вот сказать. Мы жили при генеральном секретаре, иншаллах. Мы были плохие для своих дедов, для своих отцов, которых уже давно нет, иншаллах. Всегда они боялись за нас. Сейчас мы сами деды уже, иншаллах. Мы сами боимся за наших внуков. И я сам девятый. В 23 года говорят, что там вот тоже говорили, что познакомствую и прочее. Я директором уже стал работать, иншаллах. В 23 года мне. Еще 24 не было. Ежели ты стремишься что-то сделать для общества, тебя увидят, тебя позовут, тебе поручат возглавить, любое задание дадут. И сейчас очень большая нехватка специалистов везде, абсолютно. Не ищут сыночков, дочек, чиновников или прочее. Мест свободных очень много. Просто-напросто мы ждем, когда нас позовут. Мы ждем, когда нас востребуют. Мы пытаемся изменить всех, кого угодно, изменить. А себя самого мы не можем изменить. Иншаллах. Мы же такие великие. А возвеличивать-то мы, духовные лидеры, должны. Аллаха, Субхану, Наталья, возвеличивать. А не себя. А мы стремимся сами себя. Вот и в этом наша часто проблема с вами, коллеги уважаемые. Когда мы начнем возвеличивать Аллаха, Субхану, Наталья, а не себя, самого. Вот самое-то главное. Я просто здесь со всеми согласен. Я в отношении хиджабов. У нас тоже проблемы были в школах в отношении хиджабов. Решал вопросы с директорами школ, гимназии, иншаллах. Где-то, ежели в одной школе, ну, запрещено, устав и прочее, помогал переводиться в ту школу, где разрешено носить хиджаб, иншаллах, детям. И в Нижнем Тагиле были такие, и в Екатеринбурге были такие проблемы. Но все вопросы решаются. Нет нерешаемых вопросов, иншаллах. Спасибо. Я вам серьезно говорю. Я, честно говоря, такого уже мне не придерживаюсь. Просто под лежачий камень вода не течет, говорят в русском языке. Бисмилляхи раман арахим. Вот я тоже соглашусь но в плане того, что воспитание должно начинаться. Вот сейчас в советское время затронули. Помните, наверное, кто в советское время жил. Совесть лучший контролер в транспорте было. Или там хлеба к обеду в меру бери. Он драгоценный, им не сори. То есть такие вывески везде были. И вот Дагестан отличается от других субъектов тем, что часто можно видеть. То есть уже как-то люди уже воспринимают вот это совсем по-другому. Уже в душе у них вера крепнет. И вот этот год является годом учителя и наставника. Поэтому я считаю, что у каждого молодого человека должен быть наставник. Наставник, который направит его на правильный путь. Это религиозный деятель, но опять-таки официальный. Потому что есть неофициальные религиозные лидеры, которые как бы провоцируют, наверное, людей. Провоцируют на какие-то безобразия, на какие-то незаконные действия. И из-за этого происходят вот такие моменты, как у вас здесь было, например, недавно в аэропорту. Поэтому дай лаг, чтобы у каждого молодого человека был свой наставник, к которому он может прийти, посоветоваться, спросить совета и воспользоваться этим. И еще то, что говорили про богатство, то, что человек стремится заработать. Это хорошее желание. Но опять-таки богат человек тем, что есть у него довольство. Если бы мы были довольны тем, что дает Всевышний, был бы порядок. А нам часто в СМИ показывают, что человек молодой, у него там и машина дорогая, и квартира своя, и еще что-то. И уже желание жить лучше у него уже сразу, изначально. Вот он старается желать лучшего, но не заботится о том, халяль это или не халяль, как заработать это средство. Как сейчас было сказано, что человек взял и в первый день сколько фур отгрузил. То есть опять-таки зависит от нашей нравственности. А нравственность она прививается конечно с детства, в семье. И школа сейчас, к сожалению, до недавнего времени была местом, где дают услуги, но сейчас все-таки воспитательный процесс вернулся. если раньше это было воспитание, мы с благодарностью вспоминаем учителей, то, что они все-таки не только знаний дали, но и нравственность приучили к нравственности. Вот сейчас это надо восполнять. Рахмад. Спасибо большое. Согласен. На самом деле то, о чем мы говорили, мы все понимаем, что нужно, важно, а каким образом? То есть у каждого человека должен быть определенный эксперт, богослов, наставник, который может ответить. Молодой человек не искал ответа на просторах интернета. Мухан Хаджи, вот Координационный Центр мусульман Северного Кавказа являетесь председателями исполкома, проводит огромную работу как раз-таки в сфере укрепления духовно-нравственной ценности и так далее. И вот ваше мнение хотел бы узнать, а вот мы же говорим о угрозе современной традиционной духовно-нравственной ценностях, а мы можем назвать какие именно угрозы? Вот что, я родитель, сижу дома, слушаю муфтии, говорю, а что конкретно угрожает моим ценностям? Который раз российским мусульманам бросается вызов вселенского масштаба. И этот вызов связан с тем, что он затрагивает наши духовные ценности. Духовным ценностям ислама более полтора тысячи лет. И до этого, мы знаем, все пророки увещали о единобожии. Да, вы правильно говорите, я послушал всех наших братьев, они говорят правильно, но есть то, что мы должны делать. Это, во-первых, во-первых, у нас должна быть глубокая вера. Нам всем не хватает этой веры. Повседневная жизнь, где-то денег не хватает, где-то каких-то очень много проблем, это все сбивает нас, и мы как бы откладываем на завтра и на послезавтра те обязанности перед всемогущим Создателем, которые мы должны делать в данное время. Мы должны не забывать о Создателе, который создал нас, который посылает нам пророков. И вот правильно говорится, у каждого человека должен быть свой наставник, к которому он должен обращаться, брать у него советы и идти по тому пути, по которому он идет. Испытаний в этом мире очень много, потому что Создатель сделал нас временными в этом мире. Мы все когда-либо покинем этот мир подобно тому, как покинули наши родители, наши старшие братья и сестры. И поэтому наслед это поклонение и глубокая вера, а остальное все второстепенное. Спасибо, Махмад Хаджи. Вот у нас в зале сидят ребята, сотрудники отдела просвещения при Муфтяти Дагестана, те, кто непосредственно работает с молодежью в школах, в Сузах, вузах. Я бы хотел, ребят, чтобы вы поделились своим опытом, именно вот продолжили, скажем, тот вопрос, на который начал отвечать Махмад Хаджи. А что конкретно, самая большая угроза из вашего опыта работы, с которой вам приходится сталкиваться с молодежью, что больше всего сегодня угрожает нашей молодежи, нашим ценностям традиционным? Ас-саляму алейкум и рахматула. Меня зовут Шамиль Курамагамедов, отдел просвещения при Муфтиатре Республики Дагестан. Вы сказали, например, обратившись к нам, вы сказали, что сегодня интересует народ, например, то, что там бои, там разные там скандалы, аварии и так далее. Вот это народу интересно. Но здесь есть такой некий круговорот. Почему? Потому что то, что те люди, которые в СМИ, те люди, которые в государстве, и мы сами, это все мы из народа. И то, что мы сами в своем соку варимся, то и, соответственно, крутится в обществе тоже. Вот, например, элементарно, да, вот маршрутка. Если в маршрутке кто-то кого-то поругает, кто-то кого-то бьет, такая руга не идет, человек сразу вытаскивает телефон, снимает, и это в обществе набирает хайп определенный и распространяется вирусным путем. А вы еще СМИ что-то говорите. Вот. А здесь такой момент, вот, к примеру, если человек, это часто бывает у нас, ну, в Дагестане. Человек может выйти с маршрутки и заплатить за всех. Особенно в пятничный день там маршрутник бесплатно возит, например, Рамазан месяц, Ифтар оплачивает, там, допустим, за всех, допустим, да, всех кормит и так далее. Вот такие вещи, ну, человек не снимает и не распространяет. Ну, как только и таких вещей на самом деле больше, чем грязи. Вот человек добро не распространяет, но такую грязь, да, которая там тут всплывает, он сразу снимает и распространяет. И такой идет, да, вот стереотип, очень много грязи вокруг. На самом деле это же не так. Добрых людей и тех добрых поступков больше грязи. Тогда может все-таки снимать добрые поступки? Вот об этом я и говорю. Вот сегодня мало тех людей, которые вот берут вот хорошее распространяет. Все почему-то думают, если я плохое сниму, на этом я могу себе популярность поднять и так далее. И здесь было сказано, да, вот человек, да, он пастырь, он вот эти за свою пасту. Об этом мы часто забываем. И подытоживая, я хочу сказать, что на самом деле, вот как здесь было сказано, и государство, и духовенство, и СМИ, и каждый работник на своей должности, он должен понимать, что он не чиновник, он не какой-то там, да, специалист в этом обществе. В первую очередь, мы должны помнить, что мы рабы Аллаха, ну, мы творение Всевышнего Аллаха. Если мы говорим с духовной точки зрения, да, а тот человек, у которого в сердце нет веры, он должен помнить, что он гражданин этой страны, и что он должен созидать, а не разрушать. И все это в комплексе, вот друг друга придерживая, мы можем добиться результата. И образно говоря, вот государство, духовенство, та же прокуратура, СМИ и так далее, мы как фактор сдерживания. И я это к чему говорю? Вот здесь один основополагающий принцип Ислама для оздоровления общества, да, это Амру бельма'руф и Нагю анин мукар. Призывать хорошему и предостерегать отпорицаемого. Вот если мы здесь собрались, мы друг друга призывать, предостерегать не будем, ну, хорошего выхлопа не будет, если каждый будет на себя делать. То же самое и в масштабах государства. Вот этому принципу будем мы следовать, если чиновники, духовенство, СМИ и так далее будут как бы себя сдерживать, друг друга сдерживать. Вот тогда будет результат. Аминь, вот ты сказал, должен быть гражданином. Хорошо, допустим, вера у меня не такая сильная, я работаю там в каком-то министерстве, но я гражданин, я прихожу вовремя на работу, вовремя ухожу, с девяти до шести, выполняю свои обязанности, не халтурю, игры не играю на своем компьютере и так далее. Выполняю. Но вместе с тем вопросы не так стремительно решаются, как хотелось бы. Я бы дополнил, нужен не просто гражданин, инициативный человек, идейный человек, который может пойти домой и дома продолжить работу, который может и в выходные поработать, который может, вот он горит желанием изменить ситуацию в той сфере, в которой он работает. Мы просто грань проводим духовный, религиозный и так далее. Просто сознание человека, любой маломанский здравомыслящий человек должен понимать, что он не должен причинять вред, окружающим людям. Элементарно. Вне зависимости от какой-то конфессии, религиозной принадлежности, от атеиста, не атеиста. Просто человек разумный должен понимать, что другим людям вредить нельзя. Если у тебя семья, ты должен какой-то хороший пример своим детям показывать, супругу не обижать и так далее. Даже мы не затрагиваем духовную сторону, это должен человек осознавать. А в этом плане общество должно работать над этим человеком. Почему? Потому что сегодня человек формируется как личность под влиянием родителей. это первое. Потом школы, окружение и так далее. Тренера и все остальные, которые он видит в своей жизни. Это в комплексе. Сейчас если на улице пройти, людям сказать, вы там вред причиняете, скажешь, я мухой не обижу. Я самый миролюбовый человек. Но, но, все же всегда случается, когда до какой-то крайности доходит, до какой-то определенной ситуации. Вот как себя повести в состоянии агрессии, наверное, вот об этом нужно говорить, а не в целом просто вред не причиняй. Вред никто никому не причиняет. Я сижу в той же маршрутке, почему я должен там наступать тебе на ногу? Вот, например, вот показательный случай. Когда вот события в Палестине были, к примеру, да, вот и в эту ночь, когда были устроены бои без правил Абу-Даби там и так далее, у нас на центральных улицах города молодежь собралась и танцует в ту ночь, когда, допустим, эта бомбардировка была. И один из представителей спецслужб, ну, это... Правоохранительных органов. Правоохранительных органов, да. Он говорит, как вы можете себя так вести, он на машину залез и танцует. Как вы можете себя так вести, в то время, как там братья и сестры в таком тяжелом положении находятся. Вот он одним предложением заставил стесняться всю эту молодежь. Вот просто, да, вот элементарно, да, вот некоторые так относятся статистически. И чиновник то же самое. Нет, он чиновник. По сути, он же органы власти представляет. Он же свою роль выполнил как человек. Я говорю о том, что нельзя огульно охаивать власть государства, потому что власть государства... Это мы, это мы, мы. Потому что везде работают наши близкие, друзья, знакомые. Но наша задача, когда мы собираемся, по-хорошему собираемся, по-плохому собираемся, на тазиатах, разговаривать друг с другом, не о анекдотах рассказывать, а обсуждать нас лишние проблемы и спрашивать этого человека, вот ты, находясь на своем посту, приносишь ли пользу людям? Да, да, да. Вот хам об этом спрашивает. Вот то, о чем вы говорите, призывать благому, и остерегать это. Так это там нужно делать. Не просто проявлять благоговение перед его должностью и трястись в надежде, что что-то тебе перепадет от этого человека. А постараться призывать к какой-то нравственности. А вот то, что здесь насчет государства, прокуратуры и так далее, это тоже наше право воспользоваться юридически. К примеру, если кого-то притесняют, конституционное право обратиться к государству. Мы живем в демократическом обществе, здесь все решается в правовом поле. Все вопросы надо решать в правовом поле. Когда мы переносим это в соцсети, мы должны понимать, что мы объявляем батл. Вот тогда будьте готовы в батл, в участие в этом батле до конца. Но мы знаем, что даже если по ту сторону есть адекватный человек, который готов нам ответить в соответствии с законом, а мы призывать решение этой проблемы, будет огромная кучка троллей, будет огромная кучка троллей, которые будут поджигать всячески этот конфликт. У них цель разжигания. Все, другой цели нет. Наш любимый пророк, самый великий наставник, саллилаллаху алейкум, он сказал, «Кама такунуна, ювелля алейкум». Какими вы будете, такие будут у вас правители. Их же не пришлются к нам с космоса. То есть государство, это наши же представители, наши же люди. И вопрос, «Богатство» — это вопрос Канаата, «довольствование тем, что у тебя есть». Как одного человека же спрашивают, он говорит, «Я сегодняшнего дня могу себе». То есть он с шейхом поговорил, теперь выходит, «Я могу теперь купить себе все, что хочу». «Ты такой богатый?» «Нет, мало хочу». У меня теперь есть все, что мне нужно. И посмотрим на историю, когда люди, которые закапывали своих детей живьем, через короткое время под воздействием самого великого наставника становятся учителями всего мира. За 23 года, за короткий срок. Теперь представьте, целое государство со всем бюджетом, со всей своей мощью и силой, например, захочет избавиться от такого пагубного пристрастия, как табакокурение. За сколько лет они смогут это искоренить? Спиртное, например, помните же сухие законы? За сто лет смогут? Не получилось же. То есть не получается. Потом, как раз вы сказали о нравственности, что нравственность, она должна быть в человеке, но она невозможна без имана. Потому что иман – это некий полицейский, который находится в сердце каждого человека. То есть что заставит меня не своровать, если за это не будет никакого наказания? Вот это лежит, плохо лежит, почему мне это не взять? То есть надо мной нужно поставить полицейского, чтобы я этого не делал, если не будет веры. Над этим полицейским тоже надо поставить полицейского, потому что он тоже человек. А вот иман и есть этот страж, который не дает тебе это сделать. И как в Куране говорится, это в суре Ках, мы ее читаем каждую пятницу, в 17 аяте. Уамай юблили лиллях, кого Аллах хочет заблудить, он не даст ему найти уалия муршида, праведного наставника. То есть этому человеку он не даст найти праведного наставника. В совокупности, когда есть праведный наставник, есть у нас молодые, горячие, желающие помочь, исправить общество, люди, все поменяется. То есть взрослые люди уже, они любят статику, они не хотят никуда двигаться, а историю меняли молодые люди. Посмотрите, имам Бухари, 23 года ему было, когда он начал писать свой сборник хадисов. Возьмите, Джалалиддин Махалли, Рахима Холлах, он начал писать тафсир, и не дописал его, остановился на половине, умирает. Его ученик, Джалалиддин Ас-Суюты, Рахима Холлах, продолжает в таком же стиле. И знаете, за сколько, какое время он написал этот тафсир? За 40 дней он его закончил, этот тафсир, будущий Джалалейн. За 4 месяца он его перевел из Мусуадда, из Черновика, в Беловик. Ему было тогда 21 год. Зайд бин Табид, раду Аллаху Ан, ему в 21 год поручают такое самое великое задание, как собрание Кур'ана воедино. Кто? Абу Бакар, раду Аллаху Ан, поручают ему. Султан Аль-Фатих в 21 год открывает двери Константинополя, удостаивается похвалы самого пророка, саллиллаху алейху асалли, а туфтаханна аль-Кустантиния. Поясни, Константинополь будет завоюван, фа ля нямал амиру амиру га, валя нямал джайшу дзалик аль джайш. Какой это великий Амир, какая великая это армия. Сегодня 21 год, молодой человек свои ворота до утра найти не может, а он ворота целый Константинополь открыл. Поэтому молодые люди, это те, кто двигает прогресс. В молодом возрасте делается все самое великое. И как говорится в одной айваре, «Хайру шабабикум мэн ташаббага бикугуликум». Лучший из вас молодой человек тот, который подобен старцу в своем поклонении, в своем таква, в своем айбадате. Он себя ведет как старец. «Вашарру кугуликум мэн ташаббага бишабабикум». Но худший из вас старец тот, кто пытается быть похожим на молодых. Смотрим, например, пожилая женщина накрасила губы, надела капронную экологию. Не вызывает такое уважение, как бабушка в платке, так ведь? Или старик, который, то есть молодой человек разглядывает плохие картинки, и старик подбегает, да, я тоже посмотрю. Это более неприятно, так ведь? Поэтому «Хайру шабабикум» лучший из вас молодой, кто подобен старцу в поклонении, в таква. Камин Хазрат, вот вы привели огромное количество примеров, и все они были молодые. Значит, была какая-то цель. То есть они поставили перед собой определенную цель. Ну невозможно без цели такого достичь. Я сказал, в совокупности с наставником. Они увидели великий пример, последовали примеру. То есть имам Суюта, рахима Аллах, он последовал примеру своего 80-летнего учителя Джаладдин Махалли. И он написал в таком же стиле этот тавсир, и он стал удивительным, что его даже стали называть «умму тафасир» мамой тавсиров. Если вы посмотрите до суры «Худжурат», количество букв в аятах и количество букв в тавсире идентично, оно одинаково. То есть это целое чудо, так не подгонишь, так не сделаешь. Это очень сложно так сделать. То есть это на самом деле удивительный тавсир. И он делает его во сколько? В 21 год. Я к тому, что здесь же много молодых людей, к тому, что молодые люди будут двигать прогресс. Они будут менять наше общество. Но вопрос к нравственности, это опять упирается в хороший пример. Пример настоящего, праведного. Я бы не подчеркнул бы официального, как было сказано, у Алия Муршида. Если он праведный, если он наставник, то есть Муршида мы можем перевести, как, например, Кур'ан, книга. Кур'ан нас наставляет и сказать, здесь про Кур'ан речь идет. Хорошо. У Али мы можем перевести, как друг, но мы понимаем, что это человек. И когда два эти термина вместе, у Алия Муршида, значит, этот наставник должен быть человеком. И каждому нам надо его найти. Магомед Муса, работник отдела просвещения, Муфтеатр Республики Дагестан. Всем ассаламу алейкум, ва рахматуллах и ва баракатуу. В частности, нашим гостям, уважаемым шейхам, которые нашли время, почтили своим визитом в нашу республику. Вам баракаллах, пусть Аллах вами будет доволен. И нет капли сомнений, что вы проводите очень кропотливую работу в продвижении религии ислам, в доведении этой религии до людей. Пусть Аллах вам в этом поможет и откроет все двери для этого. Пусть проблемы уйдут и придут решения этих проблем. Вот здесь, как человеку, который ходит в вузы, я параллельно работаю в Дагестанском государственном педагогическом университете имени Расула Гамзатова. На территории этого вуза функционирует мечеть. Я студенческий имам. И я, как никто другой, знаю эти интересы, волнения, которые проходят внутри студентов. Бывают вопросы, которые возникают. И здесь я хочу сказать только лишь одно. Выслушав наших старших братьев, у меня мысль такая возникла, вспомнил те слова. Мы должны делать в этой ситуации то, что мы можем в той ситуации, в которой мы сейчас оказались. То есть силы, которые у нас сейчас есть, мы должны использовать, максимум приложить для этого усилия. не пинать на других, а стараться, потому что Аллах у нас спросит, что ты сделал. У каждого спросит, что сделал ты. Поэтому мы должны максимум, что мы знаем, доносить информацию хотя бы языком. Мы должны остерегать. Если мы видим, что идет вред, мы должны сказать, рукой остановить. Если мы можем, если нет, то хотя бы человека предостеречь. Что волнует молодежь, Муса? Сейчас я скажу, что волнует молодежь. Молодежь волнует, в первую очередь, вы сами сказали, деньги волнуют. Почему волнуют деньги, Мухаммад? Потому что родители внушили детям любовь к деньгам с детства. Сказав, здесь вы задали вопрос, кто поведет эту молодежь? За кем они должны следовать? Ну, кто первый учитель для детей? Кто наш первый учитель? Это наши родители. Меня учил мой отец и моя мать. Мама учила его отец и его мать. Ну, и у всех у нас так. И наши родители, я уверен, и родители хазратов тоже, в первую степень никогда не ставили материальное богатство. Никогда не ставили заслужить какую-то власть в обществе. Любой ценой. Если деньги, добиваемся. Меня всегда учили быть честным мусульманином, в первую очередь. Человеком, от которого никогда не будет подлости и вреда обществу. А будут у тебя в кармане деньги, или же карман твой будет пустой, но честь твоя будет чистой, для меня более важнее, нежели будет карман полный, но честь моя и совесть будет грязной. Нужно воспитывать. Вот вы сами сказали, Мухаммад, я, конечно, извиняюсь, вы сказали, родители будут учить, вы сразу убрали родителей, вы сказали, родители занимаются деньгами. Нет, я сказал, тезис, который в обществе гуляет. Да, гуляет. Он гуляет. Это неправильный стереотип. Как алиби используется. Мы вынуждены зарабатывать, у нас нет возможности воспитания. Вот Камиль Хазрат привел, прекрасные примеры привел. Эти молодые юноши, которым мы сегодня гордимся, тот же имам Бухари, имам муслим, также Зайдубн Сабик, и так далее, Так это были целеустремленные люди. А кто в них селил эту целеустремленность? Их матеря. Их матеря, которые их воспитывали, не имея отцов. Имама Шафи, посмотрите. Не было отца, мать воспитала все свои имущества, деньги, силу, время, молодость, вложила в своего сына. Для чего? Имама Науи, возьмите. Человек забыл жениться. А то, что мать в него влила в любовь к Аллаху, и любовь к честности, к справедливости. Это семьи идет. Я в Аллахе говорю, другого нет. Если семьи, изначально дерево криво растет, потом его нужно или же спилить, или же она падает, или она будет вреды приносить людям. Мусану, а как людям объяснить, что вот эти ценности, которые ты говоришь, они правильные? Допустим, там, я же говорю, вот ты здесь гуляешь, что ну ничего там. Сейчас отвечу на этот вопрос. Чуть повзрослеем, намаз начнем делать. Здесь нужно задать вопрос вот родителям, которые, допустим, меня слушают, я бы им задал бы вопрос. Вот ответьте сами себе, откуда вы берете понятие, что такое хорошо и что такое плохо? Что такое можно и что такое нельзя? Откуда берете вы эти понятия? Вот этот вопрос нужно задать родителям. Интересный же вопрос. Так. Для меня может быть обманывать людей, там, давать взятки, закрывать сессию, там, и так далее, и так далее, притеснять людей, показать свою силу. Это нормально. Это, я так становлюсь и утверждаюсь в обществе. Ну это же, мы же искренне разговариваем, так же есть, детей же так учат. Сынок, если тебя там, кто-то на тебя не так посмотрит, ответь ему, да, завтра. Там учительница в школе замечание сделает ребенку. Завтра, ну, никогда же родители, но я такого, я просто по себе говорю, я в религиозной семье расту, у нас даже так бывает. Я уже не знаю, в нерелигиозной семье, как бывает, когда преподаватель что-то не так скажет, сразу начинает, да она что знает там, да ты ее не слушай, да она там, и так далее, и так далее. Если вот такое отношение с преподавателями будет, в школе, такой... Но это неправильные установки, которые семье закладывают. Вот это же не нужно делать, нужно с преподавателем взаимодействовать, учителю, а дружиться нужно с ним. Мы, вот смотрите, такой, я извиняюсь, что я много разговариваю, но вы меня просите, но ты имам мечети, единственная мечети в университете. Я думаю, что я должен это искать, может увидеть кто-нибудь, да. Вот банковский счет, Сбербанки, Сбербанк, вы сколько раз в день заглядываете, посмотрите, у вас там копейка, сколько на счету. Несколько раз в день заходим же, посмотреть, туда-сюда перевели, хорошо, деньги бывают у кого-то в носках, у кого-то под подушкой, у кого-то там спрятанные дома. Мы туда же тоже заглядываем, на черный день, посмотреть, так на умра собрал, на хадж не собрал, сколько не хватает, хватает. Дети, это самое большое богатство, это самая большая ценность, которая у нас есть. Мы жизни готовы для детей отдать. Но мы же, когда в школу отдаем, или в садик отдаем, мы за этих детей так переживаем, что ли, каждый раз. А что мой ребенок делает? Уса, с тобой часть родителей, мы узнаем, как не согласиться. Они могут сказать, вот я все делаю для хорошей жизни моего ребенка. Для него хорошая жизнь, это не религиозная жизнь, для него хорошая жизнь, это создание вот этого комфорта, вот здесь. Спасибо, что напомнили, Магомед Юсупович. Вам большой баракал. Так, давай парируй теперь. Все. Я отвечаю так, как можно отвечать потенциально любую родительную. Я же задал вопрос, что такое хорошо, что такое плохо, откуда берут. Так. Но не ответил же на этот вопрос. Давай, отвечай. Отвечаем все вместе. Мы откуда берем, что такое хорошо, что такое плохо? Что такое хорошо, и что такое плохо, человек сам не может установить. Ее устанавливает тот, кто создал этого человека. Тот, кто знает этого человека. Тот, кто создал условия для этого человека. Тот, кто создал и добро, тот, кто создал зло, тот, кто создал эти решения, для этих проблем, это Всевышний Аллах. Тот, к которому мы вернемся. Вот он определяет для нас, что такое хорошо, и что такое плохо. И если человек хочет на самом деле узнать истину и определиться в этой жизни, можно это же делать или же нельзя это же делать, пусть обратится к шариату Аллаха, пусть обратится ко Всевышнему Аллаху. И в заключении такая фраза просто интересная. Вот мы же должны максимально приобретать полезные знания. Я думаю, что с этого маджлиса мы тоже приобретем для себя полезные знания. Хотя бы те, кто нас услышит, возможно, что-нибудь для себя возьмут. И вот здесь, если мы, у нас у каждого бывают свои мечты. Вот если бы я стал мэром города, я бы вот так сделал, так сяк сделал бы и так далее. Вот здесь такая фраза интересная, чтобы чуть успокоить таких людей. Меня в первую очередь она успокоила. В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки. Поэтому давайте будем подготовленными и готовыми к любой тяжелой, трудной ситуации. Спасибо, Муса. Это разумно. И у меня последний вопрос сейчас будет, мы будем завершать. Последний вопрос, он как раз-таки связан с... Я вот как раз и Айнур Хазрат, я в принципе, когда он выступал, говорил и тебе сейчас, говорю. Вот Айнур Хазрат, когда выступал, я сказал, как молодой человек, вот без наставника, наверное, нужен наставник. Я почему говорю? Потому что нельзя со своего уровня рассуждать, как общество должно. Ну хорошо, вот я работаю на заводе, условно говоря, прихожу уставший домой. Ну откуда я вот должен знать, что я должен по религии, условно говоря? Ну нет у меня времени на это. Откуда? Но я подписан, условно говоря, в Телеграме я есть и где-то в социальных сетях. А насколько сегодня религиозные деятели представлены, давайте скажем просто, в медиа-интернет-пространстве, чтобы доводить не только оффлайн вживую, но и онлайн доводить до общества, потому что не у всех есть возможность узнать те правильные вещи. Вы сегодня говорили абсолютно правильные вещи, но давайте будем откровенны. Большинство же об этом может просто не услышать. А представлены ли мы в медиа-пространстве настолько сегодня, либо есть определенные проблемы, в чем мы нуждаемся, что нам нужно вообще для более эффективной работы? То, что Муса говорил, как бы, да, вот, все как бы в одну сторону тянут. Но все-таки общая проблема есть здесь. Я хочу сказать, как много молодых людей, у которых хорошие добросовестные родители, их испортило общество. И как много таких родителей, которые не воспитывают своих детей, абсолютно, да, на них рукой махнули, и их воспитало общество. Такое есть в нашей жизни, и вы это прекрасно знаете. И просто знаете, ну, на самом деле, вот, к примеру, да, вот мы сейчас затронули тему, вот, медиа-пространства, вот, как доносить до людей и так далее. Здесь тоже, к примеру, это тоже одна сторона, и она весомая сторона, да, вот, доносить до людей через СМИ и так далее. Но это тоже не такой показатель, который поменяет положение в обществе, к примеру, да. Поэтому со всех сторон нам надо действовать. И я вот, почему-то, у меня в сердце есть один пример такой, да, который я хочу сказать, к примеру, да, вот здесь, на самом деле, если все подытожить, духовный наставник, личностный пример, окружение, общество, пример родителей, это все в комплексе даст хороший результат. И почему-то мне вспоминается пример Юсуфа, алейсалям, которого отправили в тюрьму на долгие годы, и покидая эту тюрьму, вокруг него были люди неверующие, да, там, преступники и так далее. Но покидая эту тюрьму, даже начальник тюрьмы плакал. Даже начальник тюрьмы плакал, и эти люди приняли ислам, да. Почему? Потому что он своим нравом, своим нравом показал красоту ислама. И в завершение, да, вот не хочу затягивать, в завершение скажу, просто одна из мудростей, да, неспасания пророка Мухаммада, мир ему и благословения, посланник Аллаха в своем изречении говорит, «Бу'исты лиутамима макарима аль-ахляк». Он был, что посланник Аллаха был неспасан, для чего? Для усовершенствования благих нравов. А в этом деле яркий пример — это наш духовный наставник. Если мы найдем такого духовного наставника, в котором слова и действия соответствуют друг другу, будь это учитель, будь это там родители, разница. Если родители плохой пример показывают, этот сын не сможет отца уважать. То же самое посланник Аллаха же сказал, посланник Аллах говорил, «Да смилуется Аллах над тем отцом, который помог своему сыну его слушаться». То есть, как помог, своим примером помог. Если отец ведет себя недостойно, курит, пьет и так далее, сын вырастет, он не сможет такого отца уважать. А если отец ведет себя достойно, даже если этот сын где-то споткнется, где-то что-то там дров наломает, ему будет стыдно показаться перед таким отцом. Почему? Потому что отец поднял такую планку. Поэтому пусть Всевышний поможет каждому из нас на местах работать и прожить эту жизнь, просто прожить эту жизнь достойно, чтобы посланник Аллах в судный день гордился нами, и чтобы дети брали с нас пример. Чтобы когда мы этот мир покинем, а мы этот мир все покинем, да, и этот мир скоротечен, да, когда мы этот мир покинем, чтобы о нас говорили, вот такие были хорошие братья, такие были хорошие муфтии, которые оставили хороший след в этой жизни, да. Пусть Аллах поможет каждому из нас и взаимодействует, конечно. Мы рады всех вас видеть у нас в гостях тоже. Спасибо всем. Амель, можно я... Да, Мухаммад Хаджи, потом наверх. Смотри, Мухаммад Хаджи, прежде чем вы скажете, когда я говорил о представленности, я не имел в виду, что соревнуемся ли мы в наборе подписчиков в социальных сетях. Нет. Я имел в виду не показатель социальной сети, вообще медиапространства. Используем ли мы этот инструмент распространения? Ведь давайте будем честными. Что молодежь? Что молодежь? Мы сегодня все свободное свое время. Где проводим, если не за благим делом? В телефоне проводим. Мы проводим в телефоне. А используем ли мы эту площадку? Я вот об этом говорил. Мухаммад Хаджи. Я бы хотел наше благородное собрание закончить письмом одного очень большого алима, который перед самой смертью написал. Нелегок путь и далеко до цели, но я по-прежнему вперед стремлюсь, со слабостью борюсь, и в Господе ничуть не сомневаюсь, нуждаюсь в нем. К нему я устремляюсь и предначертанного вовсе не страшусь. Это вот то кредо, которое каждый из нас должен воплотить в эту жизнь. Замечательная формулировка, просто тут ничего не добавишь. Уважаемые братья, ассаламу алейкум, рахматуллах, всем гостям. Самое ценное – это нематериальность в этой жизни. Когда молодой ученый, который окончил Исламский университет, приходит на работу в отделе просвещения, я вот достаточно в возрасте человек, никогда ни с одним из этих молодых ребят, которые работают в отделе просвещения, сидя не здоровался. Почему? Потому что я даю предпочтение знаниям и отделом просвещения совместно с Министерством образования и с другими силовыми медицинскими структурами, разными социальными структурами. Мы, когда во время встречи договариваемся, создаем тематику работы с данной организацией. И в школах у нас есть тематика. Это отношение к родителям, отношение к учителям, к школьному министарию, рядом сидящему. Как мы должны относиться к муалимам? Как мы должны, если мы не будем видеть наших учителей-муалимов как путеводителей звезд на небесах, мы не получим эти благородные знания. Вот к этому надо призваться школьной скамьи. И родителям у меня одно такое обращение есть. Если они могут ежемесячно в школе проводят родительские собрания, чтобы они присутствовали в этих собраниях. А ведь отцу даже проводят отдельно. Да, и такой момент есть. Есть десятки форм бедствия, которые надвигаются на молодежь, не только на молодежь, но на нашу родину. Видимые бедствия есть, невидимые есть. И с этими проблемами, борьба, я вижу, это благой нрав и боговая сердца. А чтобы эти сердца были, их стали больше, мы должны бессонные ночи проводить, круглосуточную работу проводить, жить с молодежью, спать с ними, встать с ними, встать с ними. Как говорил Нурбагандам, работают эти братья. Да. Ну давайте, и последнее. Важный момент, это делать образ жизни мусульманина, образ жизни верующего человека модным, чтобы люди увидели верующего человека и захотели быть подобным ему. Вот, допустим, возьмем пример. Допустим, есть очень много на Кавказе исполнителей песен. Коих стало немало, и они, я вот смотрю, в лифт в Уфе захожу, там кто-то приехал из Дагестана. Я говорю, хорошо. У дагестанцев там определенный акцент, определенный тембр голоса. Ну и пол города идет туда слушать концерт. Да, популярный. У нас есть этот исполнитель один. Старые песни перепел на новый лад, и старые песни приобрели новую форму, новую популярность. Тот же момент, вот сериалы сняли, да, Эртугрул. Вот сейчас люди, вот, не знаю, в Дагестане там даже магазины открывают, Эртугрул, кафе, еще чего-то. И у нас там люди смотрят. Если, к чему я это веду? Если мы правильно, вот там, имамы, проповедники, молодежь, правильно в соцсетях, правильно в интернете, правильно себя в обществе будут показывать, именно контент такой создавать, это своего рода сегодняшний день огромный, очень доглад и огромная пропаганда. Что бы вы ни говорили, все равно вот сегодня, вот, не знаю, может мы подойдем даже к киберпанку, да, когда уже там очень много услуг, очень много вещей будет в социальных сетях отображаться. Я просто знаю, вот действительно, очень актуальный момент, имамам, муфтиям, надо контент определенный, хороший, качественный делать и в интернете. И поверьте мне, я хотя и то не генератор контента, но мне из-за того, что я по-мало-мальски освещал тему, многие говорили, Айнур Хазарат я в этом году начал держать у разу, Айнур Хазарат я в этом году начал молиться, Айнур Хазарат я в этом году, следуя вашему примеру, сохранил свой брак и прочее, прочее. Принял ислам, даже люди, которые в зоне СВО, даже бойцы так пишут, Айнур Хазарат, вам огромное спасибо. Поэтому я вот имамам нам тоже хочу донести, что нам нужно дать альтернативный наш путь развития для молодежи и для общества. Спасибо большое, Айнур Хазарат. Ну, уважаемые друзья, выражаю всем вам благодарность, а нашим зрителям напомню, что в гостях у нас были муфтии регионов России, мы обсуждали тему духовно-нравственных ценностей, в гостях у нас были участники научно-практической конференции духовно-нравственные ценности как основу профилактики деструктивной идеологии в условиях современных вызов, которые проходят эти дни в Дагестане. Ну, всем спасибо еще раз. До скорых встреч. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин